всем добрый день вы со мной на канале юлия иванова несколько дней назад пять или шесть дней прошло мы с вами делили вот эту вот орхидею кому интересно кто не видел посмотрите предыдущее видео вот так вот я оставила пенек посмотрите сколько корней причем вот такие корни здоровые хорошие тут есть и старые которым три года например года четыре получается уже вот это орхидея росла в этой полтора литровой банки моя любимая тоже цветение самая бордовая темная орхидея моей вот этой вот небольшой коллекции вот мои все орхидеи все растут вот так в полтора литровых банках показываю верхушка себя чувствуют вот так в комментарии написала мне женщина она возможно не вытянет листву корней маловато ну вот смотрите упругие прям вот слышно прям упругие чуть более упругие но это самая упругая вообще орхидея примерно одинаково может чуть-чуть вот я там сказала видео что поливать будут через три дня но слишком мне когда было и я ее опрыскивала я все орхидеи по чуть-чуть сверху опрыскивала эти дни смотрите конденсат есть видно что кора есть сухая влажная корни вот кончик корня чуть чуть зеленей даже чем сам корень не белые не светлые они прям в норме он видите корешочки чувствует себя прекрасно вот так бы и дальше продолжала надеюсь меня не напугала эта женщина и все будет хорошо лес новый растет даже кстати мне кажется он чуть-чуть за эти вот почти неделя прошла чуть-чуть даже больше тут заросли видите какие да еще смотрю наверное я буду все таки убирать этот цветонос уже она цветет у меня наверно с начала весны да но где-то в марте у меня расцвела и она одна цветет если не убрать цветонос то она потом опять одна будет цвести а я хочу чтобы они все вместе цели цветонос то хорошие видите какие у него тут почки прям прям такие что из вот попробовать сделать из них детки намазать цитокининовой пастой но мне жалко все орхидею она перебаламутит себе все и как-то я не люблю эту посту а так вот цветоносик какой вроде бы как это соленос но я не знаю соленос это или нет вот смотрите кто понимает напишите мне как этот сорт называется и сортовая она вообще или нет может быть это что-то около соленоса скрещенная вот такая вот она вот такой лист у нее длинный вытянутый так но сегодня мы будем поливать все таки вот прошло после пересадки кора была чуть влажная практически сухая керамзит был влажный внизу там у меня керамзита слой сейчас что я буду делать я разведу удобрение вот смотрите для всех орхидей за исключением двух которые у меня пересажены я вот это орхидея тоже не так давно пересажена я и не обрезала все корни как в том у меня видео написано обрезала все корни но это практически там все корни видите остались вон то что вытащилась осталось вот эту я тоже не так давно пересаживала корни пока она растить не начала но я тоже еще полив полностью не заливала не делала просто чуть-чуть опрыскивала но это может пересажена около месяца назад все хорошо с ним блестящий какой листок новый этот лист она желтит но я думаю это нормально все равно какие-то силы она потратила да и листья вот еще лист видите это последние нижние два листа это все нормально во первых они уже старые так аккуратно ставим на полка стеклянная мне кстати нравится я сделала по длине и полку немного прямо тут очень хорошо смотрите какие кони прям кони ну а речи что творится но красота про удобрение начала все орхидеи я полью вот таким бона форта красота 30 миллилитров налью тут 5 литров как по инструкции если смотреть чуть меньше нормы там на полтора литра получается 10 миллилитров сделаю на эту бутылку 30 миллилитров колпачок на эту сделаю тут написано меньше моего надо наливать на полтора литра номер примерно 7 миллилитров сюда добавлю для тех двух орхидей и зеленое мыло разведу ну его разводишь на глаз примерно вот половинки мне это будет даже предостаточно как я его использую и для чего я его использую ну вот смотрите окно открыто ветер пыль опрыскивать начинаешь даже по чуть-чуть все равно вот видите грязь новый листок чистый хороший а тут грязь зеленое мыло во первых от моет грязь а во вторых обеззаразит и уничтожит какие там есть если даже захотели попасть вредители на самом или тут вот кто хочет посмотрите от чего она и к что и как остановить и посмотрите так что разводим все это 30 миллилитров налила так 7 миллилитров налила вот вроде смотрите бонафорта оба а какие разные один зеленый другой коричневый и зеленое мыло пошло 5 миллилитров все теперь разбалтываем заливаю орхидеи полностью полностью до верху залью все банки вот теми пятью литрами раствора что не хватит у меня там еще стоит 6 литров отстойной воды все обязательно отстойная несколько дней у меня это вода отстойно удобрение все взболтать обязательно потому что она идет неоднородная все заливаем ну вот все аквариумы залиты полностью прямо аквариуме так и называют но аквариумы и есть за исключением вот этого пенька я налила до половины примерно и через минут 10 солью потому что листвы нет питать нечего чуть-чуть постоит и солью иначе может загнить вообще нужно очень аккуратно поливать пеньки потому что ну или вот такую массу напитать или просто корни ждем час и потом все эти аквариумы у меня пойдут мыться в ванну под теплый душ как купаем детей вот локоточком пробуем чтобы не обжечь вот такая вот тепло горяченькая вода сначала все это душам пройдусь потом жидким мылом мин на минут 10-15 оставляю с жидким мылом все это распылителем обрабатываю все и потом смываю полностью еще душам хан хорошенечко накупываю и сливаю и уже слитые я вам покажу как здесь они чистенькие довольные стоят